Всем привет, и сегодня я вам покажу топ самых лютых, необычных и выносящих мозг ситуаций. Да уж, не думала, что килограмм лука достанется мне с таким трудом. Если ты удачливый, то ты поймаешь продукты и сделаешь что-нибудь вкусненькое, а если нет, то ты не поешь. Мне лично везет только в тех автоматах, куда засовываешь пятачок и там выкатывается жвачка. Там без шансов на проигрыш. Дал моему 10-летнему племяннику несколько уроков фотошопа. Это было первое, что он сделал. Почему все не любит Бибера? Когда он был молодым, он был очень даже ничего. Свинка Пеппа! Пеппа! Боже, как ее жалко. Дочка, которая никогда не смотрела ужастики, посмотрела в раковину и сказала «Привет, Джордж». Преодолевая страх, она опустила глаза и увидела Джорджа, брата свинки Пеппы. По-моему, ему нужна помощь, его потихоньку смывает вниз. Фуууу, кошмар, бе-бе-бе-бе-бе, прикинь, ты такой не заметил, почистил. И у тебя запах освежающего жука во рту. Но это не жука двухвостка. Какие там, говорите, самые страшные тракционы? Вот он, самый страшный тракцион, вылетаешь в неизвестность. Боже, мужик, полегче, ты все листочки сдул. Где листочки? Кыш, листья, кыш. И собачка нам сказала, мне кажется, этот желтый стул мне идет. Буду ходить с ним целый день, бедолага. Она просто застряла. Моя коллекция игральных костей. Нет, я думала, что есть только кубики с точечками. Все остальное я не знала. Боже, я жизни не видела. Тут столько и всяких видов, столько цветов. Круто! Решила сделать мясное блюдо в форме ноги, чтобы удивить детишек. Да, детишки убежали оттуда в страхе и с визгом. Это самая ужасная вещь из мяса, которую я видела. Ногти очень похоже сделаны. Собрал все шлемы персонажей вселенной Звездных Войн. О, я знаю только раз, два, две масочки. Кто-то собирает игральные кости, кто-то фантики. А вы напишите, что вы собираете. Сшила себе миленькое платье на выпускной. Это чужой! Ты здесь чужой! И как только она зашла, все начали молиться. Все неожиданно вспомнили молитву, да? Это всего лишь рюкзак, но почему он смахивает на мифы из рекламы порошка? Свежесть белья заслуга моя! Оп! Это что, заначка студента? Хорошо, меня не смутила сотка сигареты и курица. Не важно, что она прокнута стрелой. Почему волосатый банан? Тайный орден студента. Хоть и как мило, божечки. А что так можно было? Хоть кто-то в этом мире жалеет кого-то. Доставка почты. И вот почему она такая медленная. Я, кажется, понимаю, почему никто не хочет идти работать почтальоном. Потому что это самая сложная профессия из всех. Короче, это щеточный бассейн. Они веселятся. Надеюсь, эту щетку еще не опускали вниз в унитаз. И не смывали. I love my dad. Я люблю своего папу. Было весело, но недолго. Такое ощущение, что на солнышке исчезают люди, но на самом деле они сушат свою одежду. Это как-то глупо. Но прикольно. Вам пиццу с колбаской? Да, держите, нам не жалко. Когда ты начинающий веган, ты заказываешь пиццу, но чуть-чуть с колбаской. С мясом. Смотри, как могу. Хоба. Ей вообще не скучно на работе, походу. Итак, 8 часов и домой. Как вы думаете, это случайно так получилось или кто-то специально сделал? Ну, потому что даже если машина бы выезжала, эта бы штука снеслась автоматически. Синий чай из голубого отвара растения. Мы с него поугарали. Он напоминает вкус заваренного веника. А если добавить лимона, то он станет фиолетовым. И действительно, алхимия, блин. Как вам такой чай? Он доверия вообще не вызывает. Грязные бахилы. Да это лютый побег бахилы. Они по стене лезут, 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 разбегаются от мусорки. Валим, ребята. Да что ты знаешь о лайфхаках? Такого ты еще не видел. Так это же самодельный попсакет. Самый лучший в мире. Сначала я думала, что все хорошо, но потом я поняла, что у нее паук на голове. Чертовски большой и мохнатый паук. Что бы вы сделали на ее месте? Она уснула. А я бы... Боже, я была бы готова, наверное, вытернуть все свои волосы на голове, чтобы только скинуть его оттуда. А что, так можно было? Да! Пакет Майка может все. Вместо того, чтобы ходить в Макдональдс, ты можешь замутить дома вот такую штуку. Хлопушки в молоке и в перчике. Не, выглядит красиво. Но невкусно. Сто пудово невкусно. Это самое необычное здание, только зачем оно нужно? Как туда заходить? Есть двери снизу, а есть дырка сверху. Сверху вход для инопланетян, а снизу для людей. Все логично. Похоже на обычный мохнатый чехол, который случайно облили фиолетовым чаем. В этом чехле зимой ходить можно. А еще он напоминает персонажа какого-то мульта. Такой же мохнатый. Да что ты знаешь о веселье? Вот оно детство. Покатались бы? Я да. Волкокот, лютокот, кот-вампир. Вот если он сделает куст, то это будет все. Конец. Ох ты, как круто. А вот Китай славится своими необычными постройками. Одной из них является небоскреб со стаметровым фонтаном, который бьет прямо из его стены. Поток изливающейся стены является ничем иным, как обычно переработанной водопроводной водой. Можно под него встать и поймать кайфушку. Как вам такие чты? А вам слабо? А почему нельзя делать руками наоборот? Потому что так каждый может, а так как он не каждый. Пиши свою способность в комментах. Это телефон-банан. Подошел, взял, поговорил, положил и ушел. Я тут вам посылку оставил, но чтобы не унесли, я заныкал под ковер. Вообще незаметно. Всегда хотела знать, что лежит в таких упаковках. Я думала, там просто стул, а тут айфон. А прикинь, если бы ты не распечатал и сел на него, то айфону была бы попа. Потому что ты сел на него попой. И тут я понимаю, что сейчас кого-то уволят. Почему книжки стоят не так, как надо? Как вам такое жидкое мыло? Только оно не жидкое. Кошка-мутант? А прикиньте, кисы бы такие были. Как их глазить тогда? Это знаете, когда что-нибудь вкусненькое капнет тебя на ботиночек, и ты такой, блин, жалко, надо слезать. С руки, с живота, если сможешь дотянуться с коленки, но не с ботинка. Особенно вкусно, когда ты перед этим наступил в какашку. Остановитесь! Это же Angry Birds! Куриная версия. И она летит в настоящих свиней. И она такая летит... Вы видели когда-нибудь жирафа без пятен? Еще и белого, а не желтого. Кошмар! Он как смерть. Может быть он альбинос? А может и нет. Говорил же, что с помощью скотча можно решить любую проблему. Но не в туалете. Ну такое себе удовольствие. Но если не будет туалетной бумаги, то что делать? Вах, вах, вах. Чешуя змеи поедает саму змею. Ей не больно, когда она кожу скидывает? Самое прекрасное на одной картинке. Шварценеггер и ролл. Шварценеггер, который несет ролл. Большой ролл. Именно сейчас и захотела роллы. Картошка в ванной напоминает мне сад из фильма ужасов. Вот дикое желание туда ногу опустить и попробовать встать. Встали бы ножкой туда. Я да. Клан почитателей гайки из Чипа и Дейла. На самом деле это похоже на сжигание ведьмы. Только они идут сжигать гаечку. Оставьте гаечку в покое. Она ж хорошая. Когда невыносимо хочется на рыбалку, но на улице холодно. Действительно, половил рыбок с аквариума. Ты не ты, когда хочешь пить. Удали жажду. Попей из лужи. Но это если нет снега, который ты можешь пожевать и попить. Можно попить из лужи. Лайфхак для тех, кто очень хочет пить, но не знает, можно ли пить эту воду. Для этого нужно плюнуть в лужу. Если она останется на луже, то вода грязная и пить нельзя. Если она растечется, то можешь пить. Все равно твой харчок там был. Конь решил, что он кенгуру. И у него это получается. Можно убежать от папы, но не от вертолета. Это хуже, чем жвачка в волосах. Мне даже больно смотреть. Хоба! Новый супергерой-человек-ракета. Кого и от чего он будет спасать? Чак-чак в чпочмак токмак. Чак. Мач. Токмач. Обед татарского космонавта. Может быть, это какой-нибудь соус к чак-чаку и чпочмагу и токмачу. Я поела. Словом, словом, детка! Первая и, возможно, единственная утка-серфер. Да, не так я себе представляла супергероев. Человек-паук еще ничего, но Халк. Жизнь его потрепала, что ли. Последний кто вообще такой? Флэш? Или какой-нибудь огненный человек? Кто в этот момент защищает нашу планету? Посуда с муравьями аппетит убивает напрочь. Самый прикол, когда ты не заметил муравьев, положил туда хлопушки и начал есть. Похоже, сосед ко мне в гости зашел. Таракан то ли пришел, то ли уползает к себе домой обратно. Это семечки проросли внутри... Бобидурки? Главное, чтобы у них не появились ноги и голова, и они не захватили всю планету. Это табло лифта-головоломка. Сел такой в лифт, хотел поехать на 25 этаж, и еще полчаса ищешь эту кнопочку. Поэтому найдите 25 этаж. Теперь вы знаете, что будет, если застрять на эскалаторе. Ладно, хоть пальцы целые. Я всегда боялась застрять ногой в эскалаторе. What's up, май негабоб? Теперь Спэнджбоб будет являться ко мне в кошмарах. Как после такого спать? Он похож на монстра из... Ну, погоди, это маленький дракончик, вылазивающий из тыквы. Ушу? Главное, чтобы он не улетел. Лайфхак, если нет рюкзачка, возьми пакет. Хочешь рюкзак, хочешь капюшон, хочешь туда бензин наливай. Чубак, а ты ли это? Бедолага, засунули туда тебя. Как только могли так с тобой поступить. Шмель атакует, бежим! Шмеля очень забавное лицо. И крутые волосики. Ха. Это мороженое выглядит угрожающе. И кажется, это стаканчик на что-то намекает. Это же череп, кровавый череп. У дятла депрессия, и походу она уже длится несколько недель. Я все поняла, это ваш дом, вы здесь поселились раньше. Сейчас я быстро соберу вещи и уеду. Я бы даже не зашла и не начала складывать свои вещи, я бы тут же уехала. Их же тьма. Это еще не все, скорее всего. Это же гениально, весна делает такие вещи. Вещи, вещи. Это знаете, когда где-нибудь что-нибудь запутывается, ты не можешь это смахнуть. У тебя начинается дикая паника. Фотки были непонятные и необъяснимые, поэтому жди следующего видосика. А чтобы он вышел, обязательно поставь лайк. И все, пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok